Это программа «День с толком». Подведем сегодня итоги уходящей недели в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Эта неделя была богата на разного рода происшествия, в том числе с участием транспортных средств. В Бийске завели уголовное дело по факту сноса пассажирским автобусом остановки, где находились люди. Правда, сначала в автобус въехал грузовик. Тяжелые травмы получили мужчина и 17-летняя девушка. Их лечением занимаются медики Центральной больницы Наукограда. Под колеса локомотива на этой неделе попала девушка. Происшествие также случилось недалеко от Бийска. В момент происшествия она была в наушниках. Несмотря на многочисленные травмы, девушка выжила. Земля разверзлась под внедорожником в Барнауле и поглотила его. К сожалению, это не фантастический фильм, а городская реальность. Машина буквально упала в кипяток. Магистральные сети порвались из-за гидравлических испытаний. Автомобиль, по словам владельца, пришел в негодность. Оценкой ущерба занимается страховая компания СГК. Упал с моста и погиб. Речь о мужчине, тело которого на этой неделе обнаружили под старым мостом. Его заметил рыбак, проезжая мимо. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Ну и, к сожалению, очередная история падения ребенка из окна многоэтажки. Хотя год от года родители предупреждают, москитная сетка не защищает от падения. Инцидент случился в Бийске. Полуторагодовалый малыш залез сначала на кресло, затем на подоконник и, опершейся сетку, выпал со второго этажа. Остался жив, но травмирован. Следователи выясняют, насколько хорошо родители в семье следили за ребенком. Но, пожалуй, чаще других сейчас случаются происшествия на воде. Так, с начала лета в водоемах края утонуло 9 взрослых и четверо несовершеннолетних. По числу погибших детей этот теплый сезон уже сравнялся с показателями прошлого. О нескольких несчастных случаях последних 10 дней, а также об элементарных правилах поведения на воде в сюжете Валентина Аскеровой. 28 июня. Оздоровительный комплекс села Бочкари Целинного района. Здесь утонул 10-летний мальчик. Трагедия произошла в бассейне. Следователи возбудили уголовное дело. По данным следствия, ребенок находился без индивидуальных средств защиты и контроля ответственных лиц. По факту смерти ребенка, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Администрация оздоровительного комплекса Бочкари выразила соболезнования родным и близким погибшего. Руководство отмечает, что на базе села Бочкари не существует детского лагеря. Сюда приезжают на сборы спортивные команды в сопровождении тренеров. 28 июня после заселения в гостиницу два тренера команды приняли решение повезти детей на купание в бассейн оздоровительного комплекса. В момент нахождения в бассейне в результате ненадлежащего контроля со стороны взрослых ребенок покинул бассейн для купания детей младшего возраста, не умеющих плавать, и переместился в основной бассейн, в результате чего произошел несчастный случай. Ребенок утонул. Еще одна трагедия случилась 1 июля в Панкрушихинском районе. Там утонул 14-летний подросток. Мальчик вместе с другом пошел к пруду в селе Вележанка. Дикий водоем, дети без присмотра взрослых. Тело погибшего подростка достали из воды специалисты. Возбуждено уголовное дело. Еще одно ЧП в первый день июля произошло на озере в Кулунде. На необорудованном водоеме утонула 30-летняя женщина. А вот на Колыванском озере развлечения едва не привели к гибели нескольких людей. 29 июня на водоеме в селе Савушка туристы заказали услугу – катание на плюшке за гидроциклом. Во время торможения надувной аттракцион влетел в пирс. Возбуждено уголовное дело. В результате происшествия пострадал мужчина, который получил травму и находится в медицинском учреждении. Женщина и ребенок не пострадали. В настоящий момент следователями осмотрено место происшествия. Назначена судебная экспертиза. К счастью, без жертв обошлось и на реке Чирыш около села Краснощеково. На необорудованном водоеме отдыхала компания. Одна из женщин исчезла под водой. Спасательный отряд и полиция нашли женщину живой и невредимой в километре от места происшествия. Течением ее вынесла на противоположный берег. Отдыхая на воде, специалисты призывают быть предельно осторожными. Не заплывать на глубину, не плавать в состоянии алкогольного опьянения, выбирать для отдыха безопасные места, не оставлять без присмотра детей. В случае непредвиденных ситуаций звонить по телефону 112. Валентина Аскерова. День с толком. Единая служба неотложной помощи заработала в крае. По известному многим номеру 103, теперь можно вызвать не только бригаду скорой, которая приезжает за 20 минут, но и неотложную помощь. Ее специалист доедет до больного в течение двух часов. Причем это будет врач поликлиники, за которой закреплен человек. Уже неделю в таком режиме работают два барнаульских медучреждения, третье и 14-е поликлиники. Как на практике оказывают помощь и зачем потребовалось вводить подобные изменения, смотрите в сюжете. 103 номер, который жители краевой столицы должны знать наизусть. Теперь диспетчеру можно звонить не только, если требуется скорая помощь, но и неотложная. Разница в том, что бригада скорой долетит за 20 минут, фельдшер неотложный, обязан посетить больного в течение двух часов после вызова. Кому и какая помощь нужна, определит диспетчер. Видит, что подозрение на какую-то острую патологию, это может быть инсульт, инфаркт, это может быть просто плохое состояние, когда сразу не поставлен диагноз. Но по имеющимся параметрам, температура, наличие одышки, наличие каких-то жалоб, этот оператор определяет его как экстренный и отдает бригаде скорой помощи. Но если человек жалуется, к примеру, на давление, но его показатели не угрожают жизни, на боль в спине или животе, но это не сопровождается тяжкими симптомами, операторы перенаправляют вызов в колл-центр поликлиники по месту жительства. Вызов сразу высвечивается на экране, и с этого момента отчитывается два часа на обслуживание такого вызова фельдшером. В третьей поликлинике за неделю эксперимента таких неотложных вызовов в день было не больше двух-трех. На данный момент у нас три вызова, на один из которых он уехал, и два стоят в ожидании. То есть пока он не поставит, что он отработал первый вызов, другой вызов у него там в этой программе, он будет стоять как в ожидании, то есть он будет гореть там красным, будет это все выделено. А человек, вот этот фельдшер, он успеет вот эти три вызова? В течение двух часов, ну то есть они же все равно поступили не сразу подряд, а допустим там с разницей там в 20, в 15, в 30 минут. И в принципе это все же в зоне обслуживания поликлиники. Если будет рост заболеваемости, и какая-то бригада не будет успевать в течение двух часов обслужить этот вызов, этот вызов будет оператором 103 передан на ту бригаду, которая свободна. Если в нашем случае не будет фельдшера, который сможет обслужить, я думаю, что наш вызов будет обслужен поликлиникой ближайшей первой, горбольнице номер 5 и так далее. Неотложную помощь фельдшеры поликлиник оказывали и раньше. Теперь у них при себе планшет, в котором содержится вся информация о вызове и отчет по нему. С собой, как и у бригад скорой, набор лекарств, термометр, пульсометр, аппарат для снятия ЭКГ. Есть ли такие, где все-таки требуется скорая помощь? Ну, если госпитализация нужна тяжелых больных, но в основном давление, остеохондрозы, температуры, ну, такие вызова. В Наукограде вызывать врача по номеру 103 начали еще в сентябре 23-го. Спустя почти год специалисты говорят, это было правильное решение. Единый контроль. Не каждое учреждение само что-то делает, а здесь уже единообразие в подходах во всем. Это, во-первых. Во-вторых, как ни странно, мы добились увеличения бригад и добились увеличения вызовов на поликлинике, на неотложную помощь. И в то же время это нам помогло снизить количество вызовов во время работы бригад неотложной помощи на скорую помощь города Бийска и Бийска медицинского округа. В третьей барнаульской поликлинике нам пояснили, что записаться на прием к врачу по-прежнему можно, обратившись в саму поликлинику. Также, если у лежачих закончились лекарства или им требуется продлить больничный. 103 лишь номер для вызова врача на дом при остром заболевании. Он заменяет запись на госуслугах. Пока такая система действует во взрослых поликлиниках. Для вызова врача деткам все еще доступно старое. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Дело известного барнаульского перевозчика. Отдачи взятки бывшему вице-мэру краевой столицы передали на неделю в суд. Скамью подсудимых вместе с Антоном Шеломенцевым разделит предприниматель Олег Бесчастный. Напомним, в 2020 году бизнесмен Олег Бесчастный с помощью посредника передал 2 миллиона рублей руководителю комитета по дорожному хозяйству Барнаула Антона Шеломенцева. Деньги полагались за лояльное отношение к определенным транспортным предприятиям, а также победу в конкурсах на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ. В настоящее время дело Бесчастного направлено в суд. Судом на имущество обвиняемого, в том числе 3 легковых автомобиля и 16 автобусов, наложен арест на общую сумму более 52 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое может грозить пассажироперевозчику по данному уголовному делу – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, а также лишение права занимать определенные должности на срок до 10 лет. Добавим, экс-замглавы Барнаула Антона Шеломенцева задержали в январе этого года. По нему еще продолжается предварительное следствие. Еще одно громкое событие этой недели. Дело об издевательствах в Барнаульском детском саду «Хэппи Бэби» могут пересмотреть в Верховном суде. Родители пострадавших детей надеются, что там они наконец-то добьются справедливости, а воспитатели и заведующие детским садом отправятся за решетку. Обо всем подробно расскажет Ирина Корчагина. Кемерово. Кассационный суд. На связи суд Центрального района Барнаула и воспитательница на связи из СИЗО. Это уже седьмое решение по делу «Хэппи Бэби». Суд первой инстанции. Апелляция, касация и так по кругу. Напомним, в конце 2017 года на камеры видеонаблюдения попали факты жестокого истязания воспитанников. На кадрах малышей пинают живот, швыряют, зажимают лицо подушками, закрывают в темных помещениях. В декабре 2021 года Центральный районный суд огласил приговор воспитателям и заведующий детским садом, в котором издевались над детьми. Но вместо реального срока подсудимые получили условные. Все эти годы родители продолжали бороться. И вот в ноябре прошлого года впервые одну из воспитательниц взяли под стражу прямо в здании суда. Основное наказание, назначенное по пунктам А и Г, части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации, до трех лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Взять ноги под стражу в зале суда. Это Татьяна Нагих. Реальный срок получила еще одна воспитательница Оксана Чегрова. Три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако суд отсрочил ей наказание, пока ребенку Чегровой не исполнится 14 лет. Родители считают, что педагоги не понесли заслуженного наказания. Например, заведующая детским садом Елена Воротникова получила лишь штраф за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Кемерове представитель Генеральной прокуратуры назвал это наказание не просто формальным, а абсурдным. Сегодня в судебном заседании были рассмотрены жалобы как подсудимых, так и потерпевшей стороны. Подсудимые просили их оправдать, смягчить им наказание. Доводы наших жалоб сводились к тому, что приговор, назначенный подсудимым, несоразмерно мягкий, не соответствует тяжести содеянного. И такой приговор, как акт правосудия, не восстанавливает социальную справедливость. Кассационные жалобы обеих сторон Кассационный суд решил оставить без удовлетворения. Но именно это решение теперь дает родителям право обратиться в Верховный суд. Решение суда может быть отжаловано. Судебный рассмотритель по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации. В начале августа участники процесса смогут получить решение суда на руки. И сразу после этого родители напишут жалобу в Верховный суд. Как нам стало известно, накануне было возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с пребыванием детей в детском саду Хэппи Бэби. Совсем скоро общество узнает о всех подробностях этого дела. Кстати, на этом заседании одна из воспитательниц отметила, что пора бы родителям уже простить подсудимых. Вот только за эти годы прощения за истязание детей никто так и не попросил. Пока в Госдуме спорят, отменять ЕГЭ или нет, барнаульские школьники набирают по 300 баллов за сдачу экзаменов. Так, учащаяся 53-й гимназии сдала на сотню русский язык, профильную математику и физику. Насколько в целом успешны результаты выпускников 2024 года? Кого и почему удалили с экзамена, а результаты аннулировали? Об этом и не только. Моя коллега Татьяна Голубева расспросила накануне председателя городского комитета по образованию Наталью Михальчук. Наталья Александровна, как в целом барнаульские школьники сдали в этом году выпускные экзамены. И если говорить об общих результатах, то они лучше, чем в прошлом году или хуже? Говорить о результативности сегодня, наверное, еще рано. Основные результаты мы получим уже где-то в начале августа, когда получим статистику из регионального центра обработки информации. Вместе с тем, уже сегодня мы можем сказать о том, что 29 выпускников у нас, а это больше, чем в прошлом году, показали 100-бальные результаты. Впервые в истории Алтайского края города Барнаула в этом году выпускница из школы 53 Мельникова-Лилея получила 300-бальный результат. Это 100 баллов по таким предметам, как русский язык, физика и профильная математика. Кроме этого, уже сегодня мы можем также с радостью констатировать тот факт, что у нас 451 выпускник получил аттестат с отличием и, соответственно, медаль за особые успехи в учении. В этом году медали делились на две степени. Это медаль за особые успехи в учении первой степени, так называемая золотая медаль, и медаль за особые успехи вторую степень, так называемая серебряная медаль. То есть, в принципе, сегодня результаты некоторые мы уже можем констатировать. Основные результаты все-таки, и сравнить их можно будет с предыдущим годом только в начале августа. Какие дисциплины в этом году выбирали школьники, выпускники 9-х и выпускники 11-х классов? В этом году среди выпускников 11-х классов все-таки большинство сдавали такие предметы, как общество знания, информатику и историю. То есть, отдавали данным предметам свое преимущество. Что касается выпускников 9-х классов, то большинство из них выбрали общество знания также, информатику и географию. То есть, вот такие предметы у нас были, преобладали в этом году среди выпускников 9-х, 11-х классов. А какие-то редкие экзамены, может быть, выбирали? Ну, это там парочка человек, нет? Нет, французский язык был у нас в этом году. Вот, то есть, дети выбирали, ну, очень мало, то есть, там порядка двух человек. А китайский язык еще не сдают? Нет. Ежегодно говорим о вероятных нарушениях. В этом году были ли зафиксированы какого-либо рода нарушения? Если были, то какие-то нарушения? И как будут наказаны нарушители? К сожалению, не обходится без нарушений у нас ни один год и не стал исключением этот учебный год. Да, были зафиксированы несколько нарушений. Одно нарушение среди выпускников 11-х классов и пять нарушений в 9-м классе. Нарушения какого порядка? Это, естественно, пронос в пункт проведения экзаменов телефона, либо шпаргалок. Что касается каких-то наказаний, так скажем, да, то выпускники были наказаны тем, что они удалены, к сожалению, с экзаменов, аннулированы их результаты, должностные лица привлечены к административной ответственности и решением Государственной экзаменационной комиссии данные выпускники будут допущены к сдаче экзамена только лишь в сентябре. Соответственно, вместе со своими одноклассниками аттестатов они не получили. Все говорят о пересдаче по новым правилам. Что это за пересдача и каковы эти самые новые правила? Поделитесь. По инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, действительно, в расписании единого государственного экзамена, в порядок проведения единого государственного экзамена были внесены изменения и введены так называемые дополнительные дни, 4 и 5 июля для пересдачи экзаменов, одного из экзаменов. К этой пересдаче допускается только выпускники текущего года, могут пересдать только один экзамен с целью улучшения своего результата для того, чтобы можно было поступить в ВУЗ. Ну и заключительный вопрос. Уже, наверное, лет 10, как в России, поговаривают о том, что ЕГЭ надо отменить. И уже в этом году, в октябре, депутаты Госдумы рассмотрят проект об отмене ЕГЭ. Вот я хотела узнать ваше мнение на этот счет. Как вы вообще относитесь к этому предложению? Чисто мое мнение. То, что касается ЕГЭ. ЕГЭ у нас уже выстроена система проведения ЕГЭ, выстроена подготовка к ЕГЭ. С 2002 года мы проводим... Больше 20 лет? Да, более 20 лет мы проводим государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. И есть ряд преимуществ. Ну, во-первых, наши выпускники сдают один раз выпускной экзамен. И с этим экзаменом, с результатами этого экзамена, могут поступить в любой ВУЗ, на любое направление, в любой ВУЗ страны, на любое направление. Что касается, наверное, вот то, против чего выступают, да, это что-то тестовые части, да, в основном. Нет, каждый год пересматриваются задания и все больше и больше склоняются к тому, что нужны практические именно задания. И физика, и химия у нас, и информатика имеют практическую часть, и английский язык у нас имеет, и письменную, и устную часть. То есть, в принципе, как бы ЕГЭ, он как теорию, значит, у нас имеет, да, то есть дети сдают как теорию, так и практику. Поэтому я считаю, лично мое мнение, что ЕГЭ – это только плюс. Спасибо. В Затосибирске подготовили группу бойцов, которые в ближайшее время отправятся в зону спецоперации. В условиях, максимально приближенных к реальным, парни отрабатывают навыки ведения боя – штурма, копа, метание гранат, стрельбу из гранатомета и не только. Нашей съемочной группе удалось побывать на заключительном занятии перед отправкой на СВО. Подробнее в материале Ирины Корчагиной. Как работать при штурме, метать гранаты, стрелять из гранатомета, автомата? Три недели бойцы из этого подразделения готовились к отправке в зону спецоперации. Занятия проходят в Затосибирске. Готовят парни инструкторы Центра специальной подготовки при ассоциации «Патриоты Алтая». В группе парни со всей Сибири. Среди них есть и контрактники, и офицеры. Для большинства это будет первая горячая точка. Это по возрасту наши дети. Мы хотим наши знания передать им. Конечно, большая благодарность руководителям, командованию, части, что они понимают, что это надо. И тем самым они просто сохраняют жизнь ребятам. Ветераны боевых действий говорят, что сегодня и тактика ведения боя, и сама подготовка отличаются от того, что было в Афганистане и в Чечне. Тогда не было позиционных боев. Сейчас же приходится сражаться с регулярной армией. В этих условиях нужно довести все навыки до автоматизма. В данном подразделении ребята смогут работать на АГСах, с гранатометов, с пулеметов, с автоматов. Уже каждый заменяет друг друга. А подразделение достаточно большое. Потому что они прошли комплексную подготовку по всем этим направлениям. Все это влияет на наш уровень самоподготовки, который, я могу сказать, что с начала занятий и по сегодняшний день вырос настолько, что некоторые люди годами набираются данного опыта. Здесь же отрабатываются приемы оказания самопомощи и взаимопомощи. Остановка крови, обезболивание, эвакуация больного. И главное, нужно научиться рассчитывать только на себя. В пример приводит историю бойца с Алтая, который 20 дней провел на нейтральной зоне один с перебитыми ногами. Он сумел грамотно отстреляться от противника. 7 человек уничтожил. 20 дней он находился в развалинах, без еды и воды. Пользовался буквально подручными только то, что нашел. И в итоге его нашли наши разведчики. Через 20 дней он похудел с 70 килограмм. До 35 килограммов его на одной руке несли. Но он выжил. И что интересно, обе ноги у него не создали какое-то тяжелое заражение и прочее. Вот такой вот эмоциональный, психологический настрой помог ему в иммунной системе сконцентрироваться. С настроем здесь тоже все в порядке. Эти бойцы сделали осознанный выбор. Ведь каждый из них доброволец. В зону боевых действий парни отправятся в ближайшую неделю. Самое главное, чтобы в нас верили наши родственники, близкие. Ну и вся страна. Я не знаю, тут, наверное, ни у кого никогда сомнений не возникало. Что наступит тот самый момент, тот самый час, когда необходимо будет ехать, защищать свою страну. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. А вот в одном из сел Тольменского района разгорелся настоящий конфликт между родными участников разных войн и главой местной администрации. Из-за памятника, посвященного необычному персонажу, Кащею Бессмертным. Эту скульптуру установили как напоминание о том, что в Озерках в годы Великой Отечественной войны снимали одноименную сказку. Но селяне считают, что Кащею не место рядом с аллеей памяти погибших бойцов, которую заложили два года назад. В ситуации разбирался Данил Кузнецов. Древнее зло вернулось в село Озерки Тольменского района и посеяло яблоку раздорами жителей местных. Только в этот раз Кащею Бессмертному не понадобилось сжигать деревню и воровать невесту, как это было в одноименном фильме Александра Роу, который снимали неподалеку. Лишь от вида чародея на площади Центральной Люд простой впал в ступор. Ведь расположился этот злодей окаянный, близ сада памятного, с героями жизни реальной. У меня сын погиб в 22 году, 21 апреля. Ему было 21 год. 5 мая нас пригласили на международную акцию «Памятный сад», где проходила у нас в Озерках аллея памяти. Было посажено дерево, было приглашено. Много людей, посадили 23 березки. За садом памяти матери регулярно ухаживают и костлявый сосед, которого расположили в августе 2022 года, их не устраивает, несмотря на то, что он считается брендом Озерок. Почему он должен быть брендом нашего села? Богатырь, он боролся, допустим, со злом. Это тоже зло. Понимаете, нет? И наши дети пошли на эту операцию военную и погибли. Они жизнь отдали, а жизнь – это самое главное. 80 лет прошло, да. А место, где снимали этот фильм, народ до сих пор называет Кощейка. Вообще фильм-то ассоциируется с самым ярким, таким колоритным персонажем Кощеем Бессмертным, который, да, отрицательный. Ну что, все равно у нас добро зло победило, но это же сказочный герой. Ну не надо из него идола какого-то делать, и там, и там, и беста, и так далее. Перемещать Кощей пока никто не собирается, утверждает глава сельсовета. Единственное место, которое бы ему подошло – озеро Большое займище, на котором в 1943 и 1944 годах велась основная часть съемок фильма. Однако оно полностью заросло, а от реквизита в виде деревни за десятки лет не осталось и следа. Хотя планы по возрождению водоема есть. А пока среди ближайших планов на площади рядом с Кощеем сделать стенды, которые бы рассказывали о фильме и истории озерок. Не исключено, что в будущем может появиться целый уголок с другими арт-объектами из фильма. Однако все может измениться, если большинство людей на сельском собрании выступят за снос или перемещение скульптуры. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае может исчезнуть крупное озеро. Речь идет о водохранилище в Калманском районе. Недавно там почти разрушилась плотина, и теперь местные жители бьют тревогу. Уже в следующем году от озера может остаться одно болото. Причем это проблема не только жителей села. На озеро приезжают отдыхать и рыбачить из других районов и Барнаула. Масштаб трагедии оценила наша съемочная группа. Да все ходят. А куда, где ходить? Здесь все заросло. Речки. Здесь речка. Там ни мостов, ничего нет. Здесь вот вы видите сами, что здесь происходит. Почти полностью разрушенная плотина и озеро, которое скоро превратится в болото. Сооружение, которое еще помнит дореволюционные времена, никогда не видело капитального ремонта. Весной этого года левый борт плотины закономерно упал. Жители разъезда Шиловский бьют тревогу. Ладно, скоро ходить негде будет. Сердце болит за озеро. Это водохранилище, как и само село, появилось благодаря железной дороге в начале прошлого века. Здесь заправляли паровозы. Паровозы ушли, а озеро осталось. Здесь купалось народу. Она как жемчужина была, это озеро. И соседние из деревень приезжают. Они сейчас приезжают люди сюда купаться. Потому что дальше, не в Шилово, а дальше в деревне. Нет уже близких озер таких. Их вообще нет. В Шилово приезжают, да многие приезжают. В Ново-Романово, Топчихо, Барнаул, отовсюду. С труда, мальчишки на велосипедах приезжают. Все рыбаки заядлые, все здесь. Уровень воды уже упал, говорят местные. В этом году еще может оно простоить. Может быть. А весной его не будет, если его не сделать. Здесь есть бобры, норка, андатра, цапли, лебеди весной и осенью прилетают. Утки, вот, пожалуйста. Только долго ли им осталось жить? О вероятной экологической катастрофе, как оказалось, знают не все. И это касается тех, у кого эта катастрофа происходит прямо под носом. Наш телеканал отправил запрос в администрацию Калманского района. А местные жители уже решили подключить депутатский ресурс. Накануне они собрали подписи, которые направят в Алтайское законодательное собрание. Просто жалко будет озеро. Очень жалко. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. И в завершении выпуска о праздновании предстоящего дня города в Барнауле. Впервые за последние 10 лет оно пройдет не в сентябре. Дата честования в этом году – 31 августа. Программа о мероприятии дня рождения Барнаула пока не опубликована. Основные торжества, скорее всего, пройдут на площади Сахарова и на площадках районов города. Известно также, что в День города установят памятник лебедю Андрюши на мосту у Нового рынка. Будет ли праздничный салют в этот день – тоже пока неизвестно. Напомним, что в последнее время из-за соображений безопасности его отменяли. И на этом у меня все новости. Такой запомнится первая неделя июля глазами наших корреспондентов. Летнего всем настроения. И до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok